Так, всем привет, мои телепозики, мои сахарные заводы, Калуга-бандиты, Жилетовские, мои любимые подписчики. Ой, шутите, смеяться уже не хочу, то есть не могу сегодня. Я себя вчера чувствовала плохо, температуры не было, но окно целый день, но, ребят, поймите, общежитие, эти батареи все чугунные, жара, надо же проветривать. Тем более, я на запахе не могу. И это. Ой, это, Настя, как-то с собаком. Настя, я опять забыла. И я вчера задремала, и чувствую, мне знобель. Я только кофе с утра поела, еще не завтракала, не обедала. Сейчас щи разогрею, и вот это. Ну, не хочу, ребят. И все. Встала мне знобить, температуру померила, нет. Ну, это продуло, как всегда, вы знаете, меня сразу с этих окон продувает. Ну, и все, таблетку выпила, смотрю, у меня взорвь седает. Ой, такое состояние, не знала, что в рот положить. И это, и это, и это. Да ладно, все заживет. Просто не надо болеть. В таком возрасте можно хорошо заболеть. И это, что я хочу заболеть. Ну, и все, а сегодня встала, у меня такой, ну, настроение опадкое, не хочу. Да, потом повеселюсь. Ну, сегодня выйду в эфир, у меня температуры нету, но кости чуть-чуть лом, не так уж сильно, а чуть-чуть. Я сразу вовремя таблетки, а, и воды много пила. Много воды пила. Я не знала, что еще вчера в рот положить. Встану, посплю, я посплю, обратно встану. Соленое захотела. Ну, что я, солидку пойду, ну, ладно. Достала один помидор, пососала вот так. Пососала один, все. То икру открою, ну, такой, то чай попью. Ну, состояние такое. Сегодня одну кофе, больше ничего не хочу. Ну, а сейчас обед, позавтракаю, или что это, пообедаю. Ну, что делать, тебя? Голодная, что ли, с ней? Там одна баба мне написала в WhatsApp, все равно хлеб надо. Ну, ладно, я уже без хлеба привыкла. Ну, да. Что-то у нас потемнело. Было солнышко, а теперь потемнело. Что это такое? С чем это идёт? Ну, да. Сейчас щей разогрею тоже. Ой, морковку надо потереть. Не хочу, не хочу. Ну, спала хорошо ночью. Даже не вставала. Какие-то сны снились. Не знаю, что это. Хорошо спала. Сейчас два... Ой, лаврушку. Два паломника. С подругой Смоленников общались в WhatsApp. Я лежала. Вот. Долго общались. Мы детство нас, родители друг друга знают. Они на трубинке работали. Работают. Ну, работали. И мы... Они 25-м, а мы 33-м. Потом на Радищево мы переехали, а они где 25-я школа. Ой, долго так общались. Долго-долго. Она мне позвонила, а я спала. А потом ей сказала, что... Я не слышала. Что она мне звонила, я говорю, приболела. Она говорит, в нашем возрасте... Она мне ровесна, говорит, мальчик. В нашем возрасте тоже. Да я потому что... А вот сегодня я открывала окно, когда посуду вымыла, в гардеробе перебрала, там выкину шмотки. Да что я их буду? Я их не таскаю. А куртку сейчас тоже выкину эту. Она мне большая. Ну, вот открыла окно, и это... В коридоре вот здесь этого соседа-то нету на работу. И сидела. Пока правее, это сейчас закрыто. У меня так часто бывает. Как окно открою, около него сяду, сижу в интернете, и всё продувает. Мне надо это, на второе окно сетку поставить, и там открывать. Там не так, а это напрямую. И всё, больше... Так в Витюбе лазила. Сам Вэлла смотрела, на гастроли как он. Мамашу он не снимает, он же на гастроли. Коля пошла. Коля приходил. Зинку не навестил. Там про свою семью, у Коля. Слышите? О-о-о. Это... Про Колину. Там Коля снимал бабушке своей всё там, подарки. Про Ефремиевну Юльку посмотрела. Ну так, смотреть вообще некого. К Олегу зашла на стрим. О, Федьке посидела вчера. Сегодня тоже зашла к этому. Когда болеешь, ничего не хочется. Не поржать, не пошутить. Но я хорошо вовремя. Сейчас надо ещё мне процитамол выпить, а на ночь я пью ацетовку. Киселя ещё надо заварить. потому что я с утра кофе пила, так, выпила. Сейчас кисель. Не знаю, как вот говорю. ни пряников, ничего не хочу. Плодово-ягодные заварю. Критата. Критата. Сама виновата. Нечего. Открыла окно. Иди посиди в коридоре или выйди там. Оденься. А не сиди. Дома под этой. Под открытым окном. А что, не так, что ли, ребят? Так. Сполоснулась. Вот-то всё равно выходят, девки. А, пошла Сера посмотрела. Нарезки. Да так лазила в Ютьюбе. Смотреть вообще вчера нечего было. Нарезки посмотрела. Виталика тут смотрела. Так. Так лазила. Как и все лазили, так и я. А сам было, конечно, скучно. Бабку не снимает сейчас. Татьяна Васильевна. А, Ирину Павловну посмотрела, маму отличненько. Достала, сейчас вымылась. Достала сережки серебряные. Они 41-го года одену. Золотые-то лежат, потому что зимой не одеваю. И сейчас, вот летом. Потому что порой хорошо так я дома, когда одевалась. отстегивалась. Не знаю, надо это... А я уже попутала, какая там отстегивается. Надо тести, куда мать цепочку носила. Около этого. Там сидят мужики, они ремонтируют. отстегивается одна сережка. Сейчас серебряные одену, пока похожу. Надо узнать. Поеду домой, зайду, около рынка выйду, туда схожу. Они сидят, это где... Как называется? Ну, там телевизоры продают все. Напротив, через дорогу. Ну, какая-то одна сережка я сперва положила, потом вместе перепутала. Сейчас цветную капусту дай разогрею. Ну, нет настроения, ребят. Ну, такое состояние, а не стояние. Ой, а что я везу-то? Господи. Посуду вымолвать. Ничего, даже не полисосил, не хочу завтра. А посуду вымыла. У меня же привычка набирать посуду. Ой, ой, привычка у меня. Если не поели, пожрите. Или подождите. Сейчас я цветная капуста пожарю, две сардельки почистила туда. Не знаю, помидорчик достать. Что-то прямо в организме не хватает. Не знаю, что не хватает, но это точно не хватает. Что непонятное. Ну, что-то хочется, не пойму, соленое, или кислое. Такое вот. Пускай жарится. Пойдемте, я лучше почищу. Ой. А, мультфильмы идут. Ну, погоди, детство мое. По России. Вот видите, то открываю, то закрываю. Ну, по России-ка. Да, Россия-ка. Ну, мультики, погоди. Мое детство. И с Ленкой вчера в отцапе лежала. Долго общались, все вспоминали. Еще у нас мы были подростки, маленькие, мы дружили с Валькой. Они, Ленка с родителями и братом Серега жили в 25-м общежитии, мы в общежитии в 33-м. И брат Юрка мой, и я, и родители. И там еще в общежитии была Валька. Вот мы три дружились. Она такая, мы что-нибудь обидим, она идет жаловаться. У нее родителей не было. Не знаю, что она, бабка у нее в Держинском районе, деревня Коренево. У них там дома ездили тоже в гости все. Не знаю, что с родителями. Я не знаю, я даже, может, я помню, рассказывали, и ее взял дядька, дядь Саша. Он женился, он военный был. Ну, сейчас он старый. Военный был он, на Малеником там он. И откуда он жену, чуть Люду привез, такая толстая была, белобрысая. они ее воспитывали, своих детей не было. И мы ее тоже, как обидим ее чем-нибудь, она жаловалась, ходила. Ленкина мать полы там мыла, отец ее, дядя Оля. Все царства небесные, на турбинке, где мои родители работали. И это. Потом дядь Саше дали квартиру в Ратынске. И там была около дома, только в Ратынске строилось, там грязи по колено было. И там около ихнего дома воинская часть была. Да. И это. Мы ездили туда. А он Бухарик был, любитель. Там на работе спирта раньше-то много было, Люда ругалась. Мы тоже ездили к ним. Детей еще не было. Вот. Она такая толстая, но красивая. Она красиво такое лицо, белобрысая, не знаю, красилась она это, наверное. Ну, красивая. Толстая была, как Кинг-Конг. Да. И вот нам, мы вчера вспомнили ее, нам интересно. Она работала в Азарово, через линию, где поезд. Там завод, там мой бывший работал. Она на этом заводе. Ей общежитие дали, так, комната за ней была. Ну, она какая-то странная стала. Мы к ней ходили. У нее комната, так как у меня. и эта маленькая, не знаю, не помню, была ее или там соседки. Потом она вышла замуж. Замуж. Какая-то странная, нелюдимая. Мы приходили в гости, какая-то такая она. как будто она нас не... Ну, как сказать... Ну, какая-то странная. Два сына. И она потом квартиру получила от этого завода. Не знаю. Два сына. Сейчас взрослые, они, наверное, внуки. И вот мы вчера сидели, вспоминали. Она так добрая. Ну, какая-то она тепленькая была. Уже когда взрослая. Потому что мы с ней, Ленка, приезжали, приходили в гости. Ну, приезжали. Мы-то на малинниках жили-то. Вот. Она рано замуж вышла. Мы еще холостые были. Не знаем даже. Я говорю, Лен, я ее по интернету искала. Мы только девичью ее знаем фамилию. А замужняя откуда? Может, она и сидит в интернете по мужу. Правильно? Мы-то не знаем ее девичью. Ой, девичью-то знаем, а замужняя лично ни Ленка, ни я, мы не знаем ее фамилию. Может, она по мужу сидит. А может, и не сидит. Вот так. Так, все детство вспоминали. Мы на родичевых сперва жили с общежития на родичевых, а потом на Московскую площадь. А на 25-й школе училась. Мы первые. Не знаю, почему. В один садик ходили, а ходили в школы разные. Спросила про соседей Позняковых. Она говорит, я даже, там какой-то мальчик, мальчик учился. я не знаю, я не знаю, я не знаю, то ли Сашкин, то ли Серегин. Наверное, на Серегин, если в 25-й школе учился, с девочкой, их внучкой, с ихней внучкой. Я, только не знаю, это Сашкин или Серегин. Наверное, Серегин. Потому что Сашка в другом месте. А, может, и Сашкин. Короче, я, говорит, не знаю, но какой-то мальчик. Я, говорит, буду спрашивать с моей внучкой в школе учиться. А вот так она объяснила. Ну, мы знали, там мы жили, все знаем друг друга. И это, я, просто тетя Лида наша, говорю, спрашивает. Мы же в одном подъезде жили на Глаголе в 11. тетя Валя живая и ихняя мать. Она, говорит, не знаю, она квартиру как получила где-то на кубяках, что ли. И вот, не знаем, живая она, не живая. Да. Все, так долго вспоминали. Их трое детей. Ленка, Серега и Юлька. Юлька уже бабушка стала. Ленка квартиру уже эту оставила дочке. А она купила, где восьмерка разворачивается, троллейбус. Ой, как же называется там это. Ну, кто калуги знает, где восьмерка конечная разворачивается. Ой, как же называется, забыла. А Серега жил с женой. Помните, я рассказывала, с женой в 33-м, где мы в детство провели. И у них родился ребенок. Ребенок, ну, больной. Он здесь на горке был. Мне пока Ленка спрашивала, моей тетке там работала, тетка в группе в его, она показывала. И это, говорит, Серега купил квартиру на московской площади. Живут хорошо. Ну, Серега помладше. Ленке мне 57, а Ленке будет 56. А Серегу чуть помладше нас, брат ее. Ну, так сидели, всех вспоминали, того, того. Ну, мы же там гуляли, бегали. Она говорит, я никого не вижу, тем более, я переехала. Она переехала туда, где восьмерка разворачивается. Мы-то жили на Малениках. Там на Малениках друг друга мы все знаем по фамилии, в садик один ходили, в школы 25-е первое. Ой, как же называется она переехала. Ну, по этой же линии, где Маленики троллейбус ходит туда, вот конец, конечная, конечная восьмерка. Как же называется это? Мы от школы ходили туда, там был, это, черную рябину мы туда ходили собирать, от школы, вот 25-й первой, нас туда гнали всегда. Ой, черную рябину собирали. Забыла, как называется это. вот так. Она говорит, ну ладно, мы так долго разговариваем, ну ладно, говорит, не болей, потом еще созвонимся, поболакаем. Я говорю, ну давай. мать ее, тюрь Галя звали, она 20-м году, от этого и болезни умерла. Ну, сами знаете. И сестра, они, мать ее сестра, тюрь Валя, они с этого, мы тоже ездили туда, маленькие, ну, когда подростки были, школьники, Мечорская деревня, Мечорск, только вчера вспоминали, как, что она рассказала. Тюрь Валя, после ее тоже умерла сестра. Вот Таньку я знаю, вот эта тетя Валяна дочка, она в Москве живет, тоже. Ну, так все, вспоминали все, как учились, как играли, и маленькие были. Да, 74 года было тюрь Галя и отца. Ну, мы друг друга знаем, и моих родителей, ну, она знает, и Ленка знает, и мою мать, которая умерла, родную, и тетю Лиду. Вот. Отца вот тоже, дядя Толя, он на машине работал, такие раньше были, длинные, сзади эти машины, турбинки, он работал. Дядя Толя. Все вспоминали. Она говорит, в нашем возрасте только и болеем. Я говорю, Лен, не знаю, я как окно открою, у меня всегда приключения. Всегда. Я могу и на улицу выйти, такой, без шапки. У меня всегда, как окно, говорю, Лен, так все, я простужаюсь. И кости, и это, хоть температуры-то нет, люди есть, и температуры сидят. Сейчас поем, детки, не могу. Вообще не ела ничего. Пива, я очень много воды вчера выпила, и сегодня, сказали, воды больше, пей, пей. Ну да, самогоночки. Ничего не хочу, ей цветы поливать не хочу, ничего детки не хочу. Не, ну просто мы сидели, ну, в WhatsApp переписаны, ну я лежала, она дома не знаю, сидела. Просто интересно, что сложилось с нами, как мы же дружили все, вот с этими, с Серегой, с Сашкой. Ну Серега моему брату ровеснет, 68-го года, а, ой, Сашка, а Серега моего года, 66-го. И вот она говорит, я не знаю, интересно, конечно, узнать, как он живой. А он пришел оттуда, где в армии был, коленка, там все, господи, лежал при Союзе, бухал, бухал, ему квартиру дали, потом машину в то время дали, и он взял нашу соседку. Она развелась старше себя, девочка у нее, не знаю, вот Еленка объясняет, вот с моей внучкой в школе учатся Позняков, а какой, то ли Серегин, то ли Терепыры, то ли Сашкин. Ну, мне кажется, Сашкин, потому что, где они жили, вот мы на первом, они на втором, квартира досталась Сашке, потому что Сереге дали, он в другом месте жил, где-то в центре, а это, может быть, Сашкина, это. А тетя Валя квартиру от работы дали, тоже переехала, вот, на Кубяке и она куда-то тудыет, тудыет. И она говорит, вот правда интересно, как хочется узнать, что там. Сейчас торжефки пожарятся. Я еще спросила, Лен, а в другом подъезде здесь уже, он в 25-й школе учился, Генка, толстый. Мы в первом, а не во втором. На первом этаже его бабка воспитывала. Она говорит, хуй убей ее. Как фамилия? Я говорю, я сама забыла. Мы все во дворе и другие дворские приходили, мы все играли дружно. Там сараи были у всех. Она не помнила, вот это про Генку хочется узнать, а он такой жирный был. Но все равно мы не обижали его. Ну, наш ровесник. Мать его привозила. Почему мать? Вот это мы. Мы ли-то, господи, школьники, подростки маленькие. Еще в школу не ходили. И его бабка воспитывала. На первом этаже они жили. Она говорит, как фамилия? Я говорю, не помню. Знаешь, что Генка? Так хочется, говорю, тоже узнать, как его жизнь. Она говорит, вот ты всех помнишь. Ну, а что мы? А он учился в вашей школе. Может, он с тобой учился. Может, параллельно. Но он нам ровесник. Я тоже своих одноклассников знаю. А параллельно там не всех знаю. Вот. Ну, раньше-то были как? А, Б, В, Ц, Г, Д. Ох, какие классы у нас были. Она говорит, не знаю. Я говорю, тоже бы узнала. Бабка-то, я знаю, что она умерла. Его мать все привозила. И вот бабка его воспитывала. Не знаю, где мать была. Потому что в то время было модно за границу ездить на кораблях. Вот у меня одноклассница тоже, где я училась, торговка у меня, она на повара училась, выучилась. И это... Ездить модно было. Не знаю, что там. Она говорит, не знаю, ты хоть молодец всех помнишь. Ну, что вместе выросли во дворе. Вот про Генку хочу узнать. Живой, как он оступился, не оступился, продолжение там, какой-то бизнес. Ну, там много всех вспоминали. Я говорю, Валерку не помнишь, он постарше был. Пятиэтажка там. Сейчас он в родительской один живет. А балкон на наши все эти... во двор выходил. Он за нами следил, но мы его не брали. Он на два года постарше нас. И он всегда мимо проходил наших домов, смотрел, как мы играли. Мы его почему-то не брали. А он взрослый сейчас, но старше меня. И говорит, я на балкон выйду и смотрю, как он играет. Ну, шпионил. Ну, что, пришел бы. Правда? Так, поспинял. Ну, ну, ложись, выздоравливай, потом, говорит, позвоню, побалакаем по дочке. Ну, просто детство хотели все вспомнить. У нас много чего вспоминали мы. И родители друг друга знали, и вот мать родная, и мачеха, вот, друг друга все знали. Там на Маленьках наши фамилии все мы друг друга знали. А тем более на Маленьках у нас случилось, вот, в моей семье нашу фамилию то все знали. Там отец работал на турбинке, тем более беда такая случилась, все. Потому что я уже взрослой, взрослая, помню, подъехала к Ленке к этой, где вот сейчас дочка живет, тоже на родичевой. Мы в одиннадцатом, она в другом доме, не буду говорить, прямо рядом. И это, у меня уже Руслан был взрослый. я шла. И я шла, и женщина, бабка старая шла, и это, что-то я остановилась, что-то спросила, ли она. Я говорю, вот, я к подруге иду, я сама выросла здесь на Маленьках в одиннадцатом. А как ваша фамилия? Мамонтова. А-а-а, ой, это вы, да, я Оля старшая, Серега, там маленький вот Серега, ой, Юрка, Серега и Вальку. А-а, когда беда, она говорит, я это помню, ой, вы уже сами взрослые, да, долго стояли, долго. Не знаю, то ли она меня остановила, что-то спросила, то ли я спросила. Я шла к Ленке, на дом подходила. Она говорит, я помню этот случай, вас помню, вашу семью, как-то. Ну, я ей сказала, что отец женился, еще мы на Радищево жили. Она говорит, я это помню, я говорю, умер, ну, все рассказывала, ой, ну, да. Тоже вот это. А у меня одноклассник есть, он все со мной в WhatsApp, там, мой, он заумный, ну, погоди, все знал, все, что не спроси, все знал. Он пять раз женатый, он юристом работает, или четыре, ну, я, конечно, брюшу. Ой, он все знал, мы в одну группу с ним ходили, мать воспитателя, как начинает, я не помню, а он как начнет вспоминать, оль, помнишь саду, тут, не помню. да, он все, он такой заумный. Ага. У него брат с братом не общается, мы сейчас помирились. Мать у него воспитателем у нас была, она умерла. Ой, как начнет ватсапе, тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар, все, вот как баба, все. Ой. Ну да. Три татушки и три татана. Ну да, как начнем вспоминать. Сейчас девки жрать буду, не буду я телефон выключать, а сколько я там говорю. О-о-о-о. Сейчас это пожарила, надо здесь, Сейчас. Это сделаю. А нет, все равно надо снимать. Сейчас, девки, выключу я. Так, телепузики, мои сахарные заводы, приготовила себе обед, это щи чуть-чуть, я разогрела, пожарила цветную капусту, две сардельки мужских, яиц не стало. Бля, булочка самогоночки с жилетовской красных домов. И мне не жирно, вам не знаю. Вот так, телепузики, пожрем на камеру, меня только смотрят, жирные и толстые, и семимесячные, и Витьку я разрешаю, трехмесячный, Витек, он с трехмесячный. Да, мне не жирно, ребят, хватит жить, как попало, будем как придется. Сейчас я. Долбанула самогонки. Ну да, ребят, вам не интересно так-то вот про своих школьных, там, дворовых. Мне интересно, как, что поживают. Я вот просто не пойму, почему, ну, сейчас не спросишь ни у матери, ни отца, почему все ходили мы в один сад. Сад назывался или малинка, или калинка, что-то такое. И нас распределили, в разные школы. А жили на одном месте, на маленьких. Не знаю, почему. Надо у Ленки спросить, вопрос задать, почему они... Она 25-ю, я первую с Юркой, а они с братом 25-ю, с Серегой. А Серега, наверное, я 66-го, Ленка 67-го, брат мой 68-го. Но он, наверное, помладше и Юрке. Не знаю, не помню. как будто креветки. А этот одноклассник все помню. Ой, как начнет... Я не буду говорить его. А они смотрят меня, потому что я же выкидываю. А как начнет вспоминать. Этот тем работает, этот тем работает. Вот ты помнишь, я только, конечно, помню. Этим работаю. Думаю, господи. А мы собираемся часто приезжать. Думаю, иди ты. Угу. Это там, помнишь, это... мы же ходили раньше, день рождения, отмечали. А по всем... Вот примерно у меня день рождения приходили, класс весь. Ну, так, по классам ходили мы. Угу. все, как расскажем. А помнишь, в саду там это и это. Откуда я помню? Да, девки? А он все помнит. Хиталь, хорошие стали. У меня такое состояние апатия. Я не хочу ничего. Обратно попался этот... Огорос и перец. Как бы не проглотить. Угу. Сейчас лягу, поезжу, на камеру ляжу. А мне не жирно. Вы там ерунду не пишите? Все равно я вас в баню убираю. Угу. Что ж там баба одна написала? Уже про зубы не пишут. А, это баба, которая писала про квартиру, пишет мне. А я почему должна тебе квартиру... А зачем ты пишешь? Какой ты бред? Какой ты бред? Покажи себя, свою семью, детей своих. А я ее забанила. Бред какой-то пишут. А почему я должна тебе показывать? Ой, это... Покупать квартиру. А зачем ты бред пишешь? Может, и школьница пишет. Сейчас у людей обострение. Я люблю вот это. А я хотела... Вот это... Это... Последнее вот это взяла. Я сказала, привезут. А там есть смесь с картошкой, с рисом. Не хочу я. Я беру вот такую вот, и... фасоль мне нравится, с яйцами. Угу. Ну да. Ничего, сардельки. Девки, погода все потемнело. Сейчас посмотрю, сколько градусов. Не знаю, сколько градусов. Плюс 6. Ну, мне вот показано плюс 6. Желеты. Не знаю. Ну да, девки. Забыла. Надьке надо отдать фарш. Там вытащила. Собакам, пускай кошкам сварит. Мне не понравился он. Угу. Угу. Татушки. Ну, я хочу сказать, кто в Калуге живет. Малиньки, конечно, у нас изменилось. Раньше не такой малиньки было. А почему малиньки? Раньше там дома были деревянные. Они там и сейчас есть. Кто-то продает дорого, кто-то нет, как дача. Мы так историю изучали, почему малиньки называются. А, Ленка на Ольговке. Вот, квартиру, одна комната на Ольговке купила. Она, я говорю, это мы... Почему? Малиньки, это было там пруды, это малины много, там поля были. Угу. Потом застройщик, турбинный завод. Там все дома, которые турбинный завод строил. Вот. Ну, там по-другому. А сейчас, конечно, там все... Вот там на Малиньке есть и больницы, туда беременные ходят, на учет становится. А, конечно, Малиньки там по-другому стало. А там и кольцевая, и на Малинь... С Малиньков можно попасть на Черемушки, где я работала в магазине, да. Ну, сделали кольцевую. Что-то не соленое, не пойму. Угу. А там строили, там и Боинская часть была около 25-й школы, между, где мы жили, там дома частные были, а сейчас там высотки. И что я хотела сказать-то? Ммм. И дома строили и наши родители, и это... Стройбат. Сейчас не знаю, есть стройбат. А раньше стройбат был. Потому что мы у нас родители не пускали на стройки. Там сторож ходил с ружьем. Потому что боялись, там стройбат были. А мы бегали, за жвачкой бегали туда, за гудроном. У меня дома гудроном было. И если брат пронесет, то я... Ну, жевали мы, жвачкой называли. У нас родители ругали всех, туда не ходить, а мы все равно. И же интересно, мы прыгали, там плитки как строили, мы там один на кирпиче, там это прыгали, ну, бегали. А сторож гонял нас. Кого поймает, там к родителям отведет. Раньше были пункты, были участковые, повязки ходили, одевали ДНД, или как называют-то? Угу. ДНД называется? Ну, ходили. И мой отец ходил, Царствие Небесное. Каждый там распределяли по выходным, или каждый день. Повязку красную одевали, ДНД написано, или что? Или ПНД? Угу. А кто работал, кто там жил, все ходили, патрулировали по ночам. Не знаю, почему. А мы на стройку бегали, жвачку воровать эту. Ой. Это счастье было, что мы жвачку домой приведем, принесем. Ой, мы такие радостные, всем раздавали. Ходили, жували. Вот дураки были. Да ладно дураки, все, мне кажется. Но у нас детство хорошее, мы не знали, что это такое, курить. В школе учились. Не, ребята курили, ходили за школу. Бычки, не знаю, что они, бычки. за школу ходили. Их там гоняли за учителя. Ну, сами знаете, в классе тоже, в каждом классе были эти, двоечники, троечники. У нас тоже были непоговорочные семьи. Ну, да, их гоняли. Они выйдут на перемену, курят. Мы-то на перемене классики прыгали. В классике резиночка, прыгалки. А, они эти двоечники, они курить ходили за школу. Ага, что пионерки. Угу. Аленка вспомнила моего брата. Брат-то такой добрый был. Ну, да, мы с ним в одном школе учились. Она говорит, Серегу я не помню. Серега, когда мы были уже тетки взрослые уже, сиськи у нас набухшие были, конечно, ты не помнишь. Он маленький был, белобрысый. А Юрка, Юрка-то нам ровесник. Я говорю, теперь порядочный стал. Брат меня поздравил с днем рождения. угу. Угу. Никуда не пьет. она говорит, вот сколько лет прошло у нас, да. ее внука, мальчику 14 и девочке. у нее была дочка и сын. У нее же замуж, говорит, не вышло, как Юрка с трактора свалился, он умер. А сын очень любил его. Ой, Андрюха, что ли, его звать. И пошел на кладбище, удавился. у нее ребенок этот маленький был, а сейчас 14 лет. Она, невестка, мы с ней общаемся, говорит, хорошая. Замуж вышла, девочку ждала. Девочке 7 лет уже. Угу. Ну да. Она говорит, замуж не вышла. А кого вот дрянь подбирать, одни алкаши. Она сказала, такого, как Юрка, я больше не даю. Юрка ее это, смещевская. Девки, я забыла, в деревню туда ездили. Она сказала, такого Юрка я не найдем. Угу. Я, девки, скажу, сосиски мне не понравились. Я всегда беру копченые у меня, у меня есть своя торговля. Всю жизнь у меня дело свое. Я закончила училище торговую 36-го, кулинарную. А она за какой там техником был в то время? оперативной, оперативной, что ли? Она тут закончила. а я не спросила, есть это техникум сейчас там? Угу. рамадан. скин закончила. Она да. Ой, девки, жарко не могу. Все, я сегодня есть не буду. Мне жарко уже, сейчас лягу полежу. Ну, так, поспоминали детство, когда маленький, когда в школе. и ругались родители. С ней тоже мы ругались, когда в общаге жили. Не знаю, что мы там делили. Все так поспоминали. Да. на маленьких все живут, все друг другу фамилии знают. Все работали на турбинке, кто на моторке. А так большинство там турбины стоят живут. Ну, может, ой, не хочу я этот. Может, там продали уже. Правильно, сколько лет? Уже родителей нету. Живут уже дети, внуки. Правда, девки? И воспитатели наши, и учителя. У меня учителя уже что первой по третьей класса нету давно. А вот это не знаю, русский язык была Нина Николаевна, что ли, ее была. Уже подростковым. Не знаю, живая или не живая. Она около турбинки дом жива. Да ладно, живая, что, уже столько времени прошло. Если она уже была. Ладно, все, девки, хватит мандить. размонделась. Фу, мне жарко. Вечером я точно выйду. Сейчас таблеточку махану, полежу, чтобы жир набрать. Все. Спасибо за подписки, за лайки, мои телепузики, мои сахарные, за бодой, за дзен. Спасибо. Я вас обожаю. Спасибо. Спасибо.